Пристальное внимание к семьям, где воспитываются дети-инвалиды. Эта тема стала основной на заседании Координационного совета по материнству, отцовству и детству. Сегодня в регионе проживают 180 детей с ограниченными возможностями здоровья, но специального реабилитационного центра нет. Между тем, необходимо учреждение, где бы дети проходили адаптацию и социализацию, чтобы в последующем стать полноценными и полезными членами общества. Ежемесячные выплаты, оплата коммунальных услуг, возмещение затрат на покупку реабилитационных предметов и путёвок к месту отдыха и обратно. Люди с ограниченными возможностями здоровья имеют ряд федеральных и региональных льгот, которые получают в полном объёме. Однако проблемы всё же имеются. Одна из них – отсутствие специального реабилитационного центра. Поэтому работают с семьями сотрудники комплексного центра социального обслуживания. «Социальные работники являются связующим звеном между семьёй ребёнка, имеющим ограниченные возможности субъектом семейной политики. Главная задача социального сопровождения – это оказание социально-медицинской, социально-педагогической, социально-психологической, социально-правовой, социально-бытовой помощи». Работа с семьями ведётся, это отметил и Сергей Свиридов. Однако ей охвачены не все семьи. По словам советника губернатора, каждому ребёнку необходим индивидуальный подход. Федеральный инспектор в Ненецком округе Степан Бобрецов рекомендовал профильным службам сотрудничать с предпринимательским сообществом, волонтёрами и федеральными структурами. Они могут поделиться своим опытом и предложить помощь. Что касается реабилитационного центра, будет произведён расчёт. Возможно, на территории региона строить его экономически нецелесообразно. Выгоднее отправлять семьи в другие регионы. Начальник управления Леана Храпова рассказала о работе по созданию центра здоровья. Его откроют на базе школы имени Антона Пырерки 1 января 2017 года. Там будут проходить профилактику дети, которые проживали и обучались в санаторно-лесной школе. Здесь я полицензировал в медицинский кабинет, и поэтому всё то, что было у ребят, находившиеся в санаторной школе, будет продолжено на базе уже школы Пырерки. По количеству детей, которые сейчас находятся у нас в санаторной школе, это 37 детей, 56 работников. По каждому работнику решается вопрос, каким образом будет продолжена работодовая деятельность. По каждому ребёнку отрабатывается также его нахождение в данной школе. На заседании обсудили и подарок первокласснику. Сергей Свиридов попросил начальника профильного управления рассмотреть возможность включить в подарок второй комплект учебников. Учащимся приходится каждый день носить тяжёлые рюкзаки с книгами. А второй комплект учебников в подарке вместо канцелярских товаров освободил бы от этой необходимости и улучшил здоровье маленьких учеников.